Представьте себе шок жительницы Воронежа, когда по возвращению домой она обнаружила, что из розетки и щитка течет непонятная жидкость с неприятным запахом и сильно смахивающая на кровь. Девушка тут же позвонила в управляющую компанию. Те в свою очередь прислали сантехника и электрика, которые остались в недоумении. Источник протечки они не нашли и покинули квартиру, опасаясь за свое здоровье. Та же история повторилась с сотрудниками службы ГО и ЧС и полицией. Никто не мог объяснить тайну странной квартиры и что это за жидкость. Оказалось, ни у кого из соседей ничего подобного никогда не наблюдалось. Хозяйке жилища пришлось написать расписку, что ночевать она в квартире не будет и ждать сотрудников распотребнадзора. Позже выяснилось, что это была жидкость-теплоноситель для теплых полов. Обычно используются антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля, к которым добавляются присадки для улучшения их свойств. Они более жидкие, чем вода, что приводит к проблемам с протечкой соединений. При ядовитости этиленгликоля это может стать проблемой. Работать с жидкостью нужно с высочайшей осторожностью в защитных перчатках и очках. Причем все предметы и материалы, которые впитали раствор, тоже становятся ядовитыми. Они подлежат замене и уничтожению.